здравствуйте уважаемые мои зрители вот приехал с дачи отоспавшись в жаре обнаружил обалдительный материал случайно хотя может и не случайно потому что ничего случайного нет в интернете называется вот так вот он невоград он петербург город скрытый под водой 769 лет назад ну тут ссылка есть конкретно да ну вот доку кому интересно найдете материал это продублирую название ролика но суть какая что в этом ролике связывается очень многое связывается во первых конструкция вот этой вот колонны известные ну я в принципе знаю как она устроена да и что это не полностью то есть часть еще там под землей занесенный но тут конкретно описывается то что я как бы уже знал и видит я конечно очень удивил это что конструкция ее изготовление напрямик связано со звуком что как бы опять таки касается тех технологий которым я занимался разрабатывал который у меня сейчас лежат можно сказать в ящики и так оказывается вот читаю прямо вот здесь вот остальное как бы неважно потому что материал много мне вот что срезонировал окажется ее не устанавливали а лепили стоят высокие леса от которых все действие осуществляется сначала выставили металлический стержень как струну то есть вот внутри колонны вот здесь стоит она то есть ну вот этот вот это наводил вот этот вообще левый то есть его уже потом ставили ангел то есть там изначально другой стаил образ затем скользящую опалубку заполняет специальной смесью измельченного гранита ну кто помнит мои снесенные посты 2009 году о подставках из базальта для звука то есть о стойках специальных то есть это нисколько гранит был до больше ближе к базальту по химическому составу вещество то есть ну есть такие вещества определенные которые меняют как бы это не мраморные мраморные это тупик стойки для звука именно вот но их надо лепить и тут вот пишет он нам знаков как отец но не такой грязный с добавкой вяжущего компонента но я тот просто сил то есть описывает то что могут пробовали делать стойки затем конструкцию с четырех сторон облучает звукогенераторами ну тут я сел 2 это прямо опять таки попадала под то как мы пытались сделать подставки причем москвичам тоже предлагали ну как бы идею конечно не говорили тонкости ну как бы это они не входят в образ колонны струна основа начинает вибрировать резонанс создавая стоячую звуковую волну расходящуюся по кругу бля ну тут я просто вообще аплодирую человек описывает не просто это фантастику он реальную технологию которую я вот собственно пытался воспроизводить которая работает и от которой поднялась такая вони life которую тут же посносили на всяких звуковых форумах моментально эту тему причем казалось бы тема поставок да она не связана прямиком со звездочками про стоячую волну которую создают подставка я не писал ну она как бы тоже присутствует ну вот от этого звука вибрации смесь уплотняется на нужном расстоянии центра затвердевая ровно по кругу где-то больше где-то меньше потом затвердевающая часть легко удаляется почти как фотоотверждаемый материал а только звук отверждаем по мере заливки резонанс меняет частоту ну тут вот как бы априори у меня где-то мысли такие были вот этого я можно сказать и не знал догадывался потому что промерить твердость не получалось базальта ну то есть получается что она демпфирует как бы сразу по сути как широкополостная такая но не антенна усилительная часть то есть она резонирует не в одной полосе как обычный блок там мраморный а в широкой полосе то есть звуковой вот так вот ну а дальше тут автор рисует картины песца там прочее прочее волны ну как бы я хочу сказать петергор приготовиться потому что информацию об этих технологиях я в питер закидывал ну денег оттуда не пришло и желание даже больше мои приборы которые туда заезжали их оттуда темные силы изымали ну дальше дальше продолжать не буду дальше как бы захотите почитаете да про города всякая тальтерна реальная история не так которые в книжках написаны ну а я хочу сказать вот такие вот странные дела происходят когда информация которая как бы опробова опробовано находишь подтверждение причем случайно когда казалось бы уже не занимаешься звуком вот она всплывает значит видимо для чего-то это нужно поэтому я делаю вот этот сюжет может у кого-то внимание отрезонирует и кто-то не захочет чтоб своего города рисовали вот такие картины да но уже в этом веке или там лет через 300 до свидания с вами был юрий кому интересно задавайте вопросы кое на что может быть отвечу